Итак, всем привет, с вами Домгай, продолжаем играть за Французскую империю. В прошлой серии мы ждали, что игра закончится, потому что мы не могли идти с мирной конференцией, но нет, мирная конференция в итоге принялась. Хотя, в итоге пришел самый неприятный результат, потому что вот эти провинции у нас позахватывали. Но в целом, я думаю, они как-то не скажутся на нас, мы все так же будем способны победить этот альянс. И я вам скажу, он реально сильный. И, слава богу, там нет штатов, если бы там еще были штаты, то было бы вообще безумие. Но британцы сильны, это стоит понимать. Возможно, они чуть слабее нас. У них, видите, промышленность все-таки, конечно, послабее будет, так или иначе. И верфей у них меньше, но у них очень много накопленного, могу сказать, очень много накопленных кораблей, очень много настроенных самолетов. Все равно нам с ними сражаться будет не так-то и просто. Хотя, смотрите, по авиации как раз таки мы подстраиваемся очень, очень солидно. Они же делают 19-23, мы делаем 70 на самолетах. В этой серии, я думаю, мы готовимся к выставке в Британию в первую очередь, но надо понимать, что тут не только Британия и Австрия. Тут еще ЦИН и Япония. И они являются как раз таки, давайте-ка откроем, ведущие держава, вот она, Британия, Дунайская Федерация, ЦИН, Россия, США, Франция и Япония. То есть мы будем сражаться против четырех из вообще, в принципе, семи великих держав. Мы будем иметь Россию на своей стороне, но я думаю, мы позовем их не сразу. Мы сначала захватим Дунайскую Федерацию, Британию и Испанию. Возможно, будем воевать в Африке. И потом уже нам нужна будет Россия, когда мы перейдем в ЦИН и Японскую империю. Потому что, очевидно, вот с этим всем чудом воевать, плавая, не знаю, где-то здесь, очень сложно. Кроме того, нужно подумать, как мы будем действовать еще с Африкой. Потому что здесь-то, очевидно, я буду дефать Африку. Здесь вот сюда мы пойдем в атаку, здесь мы пойдем в атаку. Но вот здесь, вот этот огромнейший кусок территории, не знаю, посмотрим. Возможно, я вот эту армию потом перекину вот сюда. А здесь пускай... Здесь они что-то здесь укрепятся в Египте. И будут там стоять до момента призыва России, наверное. Плюс было бы неплохо вот с этими островами что-то сделать. Потому что это очень важная база для Британии. И если мы сможем их всех выбить... Все говоря, Кипр, не британские, а греческие, забавно. Если мы сможем их здесь выбить, то будет для нас это очень-очень приятно. Полностью за море станет нашим внутренним. Плюс надо помнить, что еще Швейцария и, опять же, Испания на их стороне. И нам нужно больше солдат. Поэтому я как раз-таки их здесь и заказываю. Будем готовить еще одну армию. У нас куча мэн-пауэра доступных, доступного. Так что проблем с этим не будет. Снаряжение у нас тоже бесконечное почти что. Так что поехали. Возможно, мы не дождемся момента. Тут уже, смотрите-ка... Ну, еще 100 дней, ладно, еще нормально. Динайская федерация обосновывает целью войны против Югославии. Они хотят напасть первыми. Вау. Интересный договор между Россией и Эфиопией произошел. Эфиопия поддержала договор дружбы с Россией. Получается, Эфиопия реально была здаром России в Африке. Ну, еще у нас тоже есть небольшие территории, союзнические России. И нужно реально сейчас заниматься вот этими территориями всеми, этими фронтами. Их надо как-то закрыть за вот буквально эти вот 80 дней. А готовиться они будут дольше. Так что, скорее всего, мы туда пошлем не самых лучших солдат. А тем временем мы дошли до интеграции нашей марионетки. Как раз-таки в французской Северной Африке. У нее очень много промышленности, которую отчасти мы влаживали. Я бы сказал, от большой части. Присоединив ее, мы впитаем в себя очень даже много заводов. И вот мы сделали это решение. Можем, кстати говоря, еще тут приятные бафы себе взять. Вот, допустим, вот это вот нам пригодилось бы. Радар, авиабаза, инфраструктура. И мы все придем к иностранному легиону, который даст нам что? Очень классные бафы, 25 численности. И плюс атака, защита и акклиматизация для вообще всех войск. Так что, полезно возьмем. Мы, кстати говоря, получили себе еще доп. Армию. Давайте все преобразуем в пехоту обычную. Назначен нашему африканскому генералу. Пожалуй, ее распределим вот здесь вот по каким-то колониям. Оба, она выстрелила над Дунаем. И они начали раньше времени. Возвращение Австрии на ее империалитический путь. И Югославию она нападает. И, ну, очевидно, сейчас Югославия позовет Россию. Черт, надо срочно разворачивать войска. Прям очень срочно. И у нас находились в Югославии танки. Я вот думаю, их оттуда убрать или нет. Потому что эти танки здесь находились, чтобы по равнинам просто зайти в сердце Австро-Венгрии. Ну, Дунайской Федерации. И вот вопрос. Стоит ли их пока что убрать, чтобы дать нам время? Или стоит просто сразу начать войну? Давайте, кстати говоря, прекратим тренировать всех наших генералов. Все наши войска. Надо уже укрепляться. Готовиться к бою. Пожалуй, нет. Пожалуй, мы уже будем вступать в войну. Не будем сильно откладывать что-то. Кстати говоря, я стал разведруком. И теперь смотрите, как у нас много агентов. Как же это приятно. На перестопление надо сделать кучу вещей. Начнем мы с флота. Так что у нас тут поменяется. Во-первых, у вот этих ребят ничего не поменяется. У Британии торговля в этом плане организована примерно так же. Тоже все вот здесь вот идет. Поэтому здесь вот в глубоких океанах, с еще минус заметностью, мы будем жесткому все конвои перехватывать. Ну, здесь вот без жесткой заметности. Минус заметности. Тем не менее. Кстати, ребята тут останутся. Только передайте, пускай все починятся. Эти ребята тоже все починятся. А потом будут вот здесь вот перехватывать конвои в Скандинавию. Со Скандинавией нам нужно будет покончить, я думаю, в первую очередь. Скандинавия, Испания. Вот эти вот огрызки. Потом Иберия. Дунайская федерация одновременно с этим. Затем, ну, тоже одновременно с этим Африка. Затем высадки в Британию. Высадки в острова. И затем уже наступление в Арабии. Возможно, в Африке. И потом уже мы будем переходить к Азии. Но все еще надо подождать некоторое время. И я вижу, что здесь уже беды со снабжением. Очень странные. А, ну они все одну пробку стали, я понял. Потому что у меня здесь войска еще движутся на север. Лос сейчас будет двигаться. Чуточку подождать. И давайте эту армию все-таки переведем. Блин, здесь... Здесь куча холмов. Наверное, сюда не стоит. Давайте переведем вот сюда. И здесь попробуем пробиться сквозь... Территорию Дунайской федерации. Вот так. Поехали. А еще, к сожалению, я хотел... К началу войны сделать себе... Ленингрейсеры. Но видите, нам еще надо несколько месяцев их ждать. Я не могу себе столько позволить ждать. Значит, питься на море мы прям сразу на старте не будем, пожалуй. Если только я не буду видеть, что... Мы точно можем безопасно начать какой-то... Какой-то бой. Все-таки у нас, опять же, есть авианосцы. Которые очень сильно заряжены. Но ими надо очень аккуратно действовать. Чтобы случайно не потерять. Потому что воспроизвести их мы за время войны вряд ли сможем. И я думаю, пора начинать. Пора вступать. И отдавать приказ о начале наступления. Здесь у меня не готовилось планирование. Но план... Здесь... Планирование здесь шло странно. Ладно. Здесь пока что мы не будем наступать. У нас войска здесь не обученные. Подождутся пока здесь подготовиться армия. В Швейцарии нам стоит начать наступления, как и здесь. Этими территориями... Мы пока заниматься не будем. Постараемся здесь совсем разобраться. И потом уже перейти туда. Кроме того, я думаю, дополнительную авиацию мы должны развернуть в как раз таки Альпах. Потому что здесь и Швейцария. И вот здесь вот тоже горы. Начинаем. И выводим заодно наш флот. Здесь мы тоже начинаем. Ну и в Африке. Аналогичная ситуация. Мы тоже... Не ждем ничего здесь, а... Атакуем. Причем... По ощущениям достаточно успешно. В Египте так же. И в Марокко так же все. Я бы еще только хотел, наверное, в Марокко хотя бы немножко самолетиков закинуть. Хватает им типа радиуса. Давайте возьмем вот отсюда штурмовиков. А потом я эти смогу достать в один момент. И... Ну сам... Я просто решил посмотреть, что здесь по флоту. И... Ну это безумие. У наших противников флот просто бесконечный. У них и Япония, и Британия. И еще куча ребят. С США отправят нам добровольцев. Конечно. Без проблем. Но. Но. Вот здесь мы можем попробовать аккуратненько повоевать. С некоторой, конечно же, поддержкой морской авиации, которую я начал уже строить. У нас, все говорят, здесь тоже есть кое-какие самолеты. И вот я думаю, стоит ли нам заходить в этот бой, либо нет. По ощущениям, да, по ощущениям, мы должны справиться с ним. Давайте-ка аккуратненько так. И не успели. Ну бывает и такое. Тем временем португальцы потеряли свой авианосец. Это для них, мне кажется, неприятно. Давайте попатрулируем все-таки и найдем этот флот какой-нибудь. Будем здесь. Британский флот опасно. Флот опасно, наверное, так почему вы не наступаете. Потому что мои марионетки не в войне. Поменяем это. Отлично. Здесь у нас все прекрасно везде складывается. В теории мы бы и здесь могли наступать, но я решил подождать. Пока мы сможем перевезти сюда и авиацию, и, возможно, лучшие войска. И все, ждем, все, ждем напряжение. Британский флот. Пошли под лодки. К ним не вредут разве корабли? Тут захватывают вены. Невероятное. Опять такие 500 лет. Не знаю, почему 500 лет. Возможно, 1400. Что к 1400 они относят? Непонятно. И все. Мечты теперь у них не осуществятся. Британцы идут. Переближаются неизвестные корабли и... Нет, они передумали. Выйдь отсюда. Нужно сюда успеть. Успеть. А японцы там без организации. Успеть туда надо. Срочно. Но мы не успели, да? Да, мы не успели. А сюда... А сюда мы можем, кстати говоря, выйти? У нас нет... У нас нету... Организации. Давайте не будем рисковать лишний раз. Так что ремонтируйтесь. Так, Швейцария капитулировала. Отлично. Это освобождает нам неплохую часть войск. Отправляю я уже часть войск сюда, чтобы прикрыть вот эти войска. Они здесь сейчас в очень опасной ситуации. Здесь вот почему-то они не наступают. Просто отказываются. Вот это классика этих наступлений. Они просто стоят и ждут, пока одну провинцию захватят другие войска. Поэтому надо нам продвигаться к другому порту, чтобы здесь, если что, нас не перекрыли. Так сказать, отступаем вперед. По классике. Так, а здесь мы... Организации... Как будто мы выступали в бой, потому что мы переместились с одного порта в другой. Но вроде все окей. И мы теперь освободившимся войсками можем сюда вот отправиться и ликвидировать уже здесь территорию. Так, так, да. И Дунайская Федерация все в руинах, по ощущениям. О, кстати говоря, в Варскор у нас самый большой отличный. Так и должно быть. Собственно говоря, скоро они сдадутся. И мы сможем перевезти танки в Испанию. Там, кстати говоря, Португалию оккупируют. Но мы потом вернем ей территории. И вот, как я и говорил, Дунайская Федерация капитулировала. Кстати говоря, давайте-ка вот здесь поставим еще и морской патруль, чтобы находить корабли. А сюда я отправил сейчас штурмовиков. Мояки тоже могут бомбить по кораблям. Здесь мы смогли консолидировать территорию на западе. Теперь будем пушить на восток. В Фиопе там жесткая оборона, но ничего. Мы, кстати говоря, скоро возьмем советский канал. Это очень хорошие новости. Куча каких-то у нас... Это, видимо, от Африки, которую мы аннексировали, достались нам шаблоны. Очень много мы также конвоев топим. Это очень хорошо. Британию это будет потихоньку истощать. Пытаемся мы здесь найти хоть какие-то бои, но не находим, к сожалению. Здесь же... Атакуйте, черт возьми. Что еще могу сказать? Итак, эта армия свободна. Давайте к... Эту армию... Теперь уже в Испании. Империца сильная, мент. Видимо, они там какую-то классную кнопку нажали, которая им что-то дает, но нам не страшно. Мы свои кнопки уже нажали и уже очень сильные. Они нас не догонят. Я, кстати говоря, тут вижу, что британцы начали перебросать войска здесь. Но значит, что? Значит, мы отправляем наш флот на перехват конвоев. Почему бы не потратить на это ресурсы какие-то? Тем более, что, ну... О! Прямое столкновение с британским флотом. С я... Это японец, да, потому что здесь подлодки японские. И кто сильнее? Судя по всему, мы. Судя по всему, мы достают ли наши... Смотрите-ка так. Что? Ну вот это достает. Штурмовики наши достают. Хорошо. Здесь, в принципе, да, видите, морские бомбардировщики с кораблей, штурмовики, куча авиации. У нас в бою. И давайте-ка стартуем. У нас еще куча легких крейсеров и эсминцев. У нас огромное количество торпед. Поэтому, как только у них охранение пропадет, мы их потопим. Плюс, они уже чувствуют, что не проигрывают. Они уже отступают. Мы же пока только вижу какой-то урон по эсминцам получаем. Пришло японское подкрепление сюда. И у нас часть флота начала отступать. Очень странный маневр от нашего адмирала. Там еще и слишком много авианосцев. По-моему, у нас все хорошо. По-моему, у нас все отлично. Нам не нужно было здесь отступать. У японцев нет морали. Я могу сделать как-то вот так, чтобы вы передумали отступать. Нет. Ладно. Это грустно. Очень грустно, потому что мы здесь могли сейчас разбить полностью британский и японский флот. И, в принципе, мы и разобьем его, мы успеем нанести ему достаточно урон. Но, видите, сейчас у нас... Ну, вот что это за бред? Почему у меня флот решил сам отступить полностью? Надо, короче, ставить, да, вот эту политику. Теперь у нас меньше. Хотя, ладно, и они, и мы отступаем. Вот мы потеряли из-за этого эсминцы. Ну и чушь. В целом, мы победили в этом бою по потерям. Но я считаю, что абсолютно нет. Это абсолютно чушь еще у меня вот стояла. Хотя я вроде это выключал. Потому что мы в этой битве могли просто победить спокойно, разгромив их оба флота. Вместо этого мой адмирал решил половину флота отправить домой. Что это за бред? Ну ладно, хватит о грустном. Переходим мы в наступление в Испании уже. Здесь у нас все позитивно. Единственное, я забыл авиацию сюда переназначить. Давайте это срочно сделаем. Конечно же, в Испании у нас все прекрасно. Какой авиации и каким преимуществом. Да и в качестве. И в количестве. Можем только дополнительно туда подбросить еще немного самолетов. Почему бы нет? Но, кстати говоря, нас бомбят или что это? Синстремиться к войне. Но это уже поздно, поздно. Вот здесь вот видите противник. Хотя здесь мне не пишется странно. И давайте вот это все авиация тоже. Бросаем все на юг. Американо-британская напряженность. Ух. Неприятно, да, Британия? Неприятно. Ну ничего. Сейчас я еще флот отремонтирую. И станет... Так, давайте-ка объединимся, чтобы они ремонтировались уже как стак-1. Осталось тут чуть-чуть нашему флоту ремонтироваться. И потом мы возобновим наши боевые действия на море. И тут осталось всего 2 месяца до наших тяжелых кораблей новых. С ними будет вдвойне неприятно. И вот мы в Мадриде уже. Говорят, здесь были проблемы со снабжением, потому что у нас не были соединены территории. Благо я это уже заметил и подсоединил. Но это был очень неприятный момент, конечно. Выстка в Бенелюксе. Но мы готовы. Мы, конечно, по конвоям просто безумно много мы перехватываем. И мне безумно жалко их флот. Особенно тот, который вот сюда заходит. И теряет кучу, просто кучу своих ресурсов. Что вообще в Великобритании по флоту авиации? Но по авиации мы их уже победили, я чувствую. Вот у них все еще безумно огромный флот. Они все еще готовы воевать. Но... Но мы потихоньку с этим справляемся. С конвоем, кстати говоря, у них не все так хорошо. 600 это немного. Я думаю, мы сможем их истощить к нулю. Более того, здесь в Африке у нас тоже все отлично. Здесь мы пробиваемся. Все, у меня все еще самое главное держится. Здесь же мы... А, я не нажимал им атаковать. Ну давайте. Здесь мы тоже наступаем. Отлично. Найс, найс путь. Чел, ладно. Хочешь так идти, так хочешь. Что поделать с тобой? Морок мы тоже скоро добьем. Время уже заниматься потихоньку островами, я думаю. Вот, к примеру, вот этим. Или вот этим. Кто-нибудь здесь контролирует, Морин? А нет, так что отменим. А даже еще и вторжение не готово. Потом пришлем флот сюда. Так, наш флот готов. Давайте. Патрулирование. Выключили реинфорсы. Всегда вступать в бой. Хочется, еще на ремонте. Нет, не готовы. Ну, через три дня будем готовы. Отлично. Здесь же Испания почти готова. Три миллиона потерь. Вот это цифры, конечно, невероятные. На 44 участие, на России 23. Это 60. Кого еще 40? Так. Любопытно. Видимо, все это мелочи, но... Глядит очень расплывчато. И вот мы споймали японский флот. А хватит. Блин, я думал... Они... Разработчики же выключили. Кстати говоря, военные промышленности можем простимулировать. Держи гоно-фокусы. Интеграция кнопочек у нас появилась. Приятно. Разработчики же выключили это. Неужели это в моде включили? Даже такие мерзкие венты. Они по миллиону раз появляются. Ну, нормально, нормально. Но можем продолжать. И мы снова нашли этот флот. Испания капитулировала. Отлично. Я думаю, в этот раз должны его добить прям полностью. Да, так и есть. Просто успеют ли тяжелые крейсеры отступить? По ощущениям не должны. Но по факту успели. Успели. Но урон огромный. И мы все еще можем успеть их перехватить еще раз. В теории. И так и происходит. Вы от нас никуда не денетесь, японцы. Вы прислали ваш флот сюда. Обратно не вернется ни один корабль. Кстати говоря, это мы еще вот этот баф себе не брали. Ага. Нас в организации флота возьмем. Это полезный баф. Хоть и не супер космический, потому что реально статуя не повышает. Но через какое-то время организация падает, а вместе с ней и эффективность. Так что полезно. Но разве флота... А, нет. Флот есть. Только вот здесь. Британский. Давайте мы пока перехватываем конвоя. Организацию повосстанавливаем нормально. Пролейно с этим. Ну и плюс покачаемся. А затем можем попробовать с британским флотом дальше биться. Так, у нас освободилась еще одна армия. Теперь давайте перебросим ее вот сюда. Этих свободных ребят во Францию. И я бы их потренировал заодно. Эти ребята... Пускай... Подождите, куда вы идете? У вас как будто есть приказ. А, окей. Вы идете тоже во Францию? Да. А, это просто уже гарнизон. Когда вы не тренируетесь, а вы тренируетесь, вы тренируетесь. Вы, ребята, гарнизоните, пожалуй, Испанию. И на самом деле тоже тренируетесь. Почему бы нет? Я не думаю, что нас сейчас будут в Испании бомбить. Чисто такое легкое укрепление портов. Поехали. И там тренируетесь. Танки наши тоже едут в Францию. Там дотренировываются. Потом они будут воевать в Британии. Здесь происходит мясорубка, но мы в ней побеждаем. А еще мы продолжаем давить флот Британии. Но теперь в портах. Не уверен, насколько это будет сейчас эффективно. Но вот мы как раз и узнаем. И остальную авиацию мы реорганизуем просто во Франции. Они еще... Ух, это было больно. Очень больно. Давайте, кстати говоря, радио построим. Вот здесь вот. Чтобы лучше контролировать здесь и авиацию, и флот. Они еще здесь пытаются нас чуть-чуть перехватить. Но удача им с этим. И там мы потихоньку начинаем выбивать у них корабли. На самом деле, теряя не так уж и много наших. Какой-то ивент непонятный. Возможно, из-за вот этого. Но это не точно совсем. И вот это тоже стоит обязательно взять. Все-таки делаем морские бомбардировщики. Кстати, давайте посмотрим, что тут у России на востоке. И так себе. Очень так себе, по моим ощущениям. Но мы, смотрите, здесь справимся. Потом дальше будет проще. И Венесуэлу... Иришки все-таки призвали. Это неприятно. Давайте попробуем помочь. Хоть как-то. В принципе, если мы победим в Южной Америке, будет тоже для нас приятно. И теперь, выбивая потихоньку их флот, и в принципе, выбивая всю вообще авиацию, мы будем готовить выстку. А наш флот переводим мы сейчас в Средиземное море. Будем защищать именно его. Но, пожалуй, продолжим мы уже в следующей серии. Мы начали очень глобальную войну. И ее, в принципе, выигрываем. Потихоньку зачистим сейчас всю Европу. Затем флотом, кстати говоря, вот этот флот перехватить. Может, у них организации нету. У нас есть на это шансы. Давайте-ка вот так вот сделаем. Ну, а это все уже в следующей серии. А в этой с вами был Убгай. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.